У входа в аудиторию красные разметки антисептики предусмотрена проверка температуры. Каждому ученику одноразовые маски. Данные о температуре фиксируются в журнал. Если по какой-то причине у учащегося повышенная температура, ему предоставляется резервный день для сдачи экзаменов. Сегодня в стенах школы номер 28 проходят экзамены по географии, литературе и информатике. С 3 июля выпускники школ, которые планируют поступать в ВУЗы, начинают сдавать единые государственные экзамены. Школы готовы, мы обеспечены маской, перчатками, все организаторы для всех детей, питьевой водой, обеззаражителем воздуха. Поэтому я прошла по ППЭ и вопросов нет. В принципе, в ходе пробных экзаменов специалисты Министерства образования, отдела контрольного надзора тоже проехали. Замечания, если были какие-то, они все устранимы. Я надеюсь, что сегодня все пройдет в штатном режиме. Из-за пандемии коронавируса ЕГЭ проходит в особом формате. Если раньше в аудитории впускали 15 выпускников, то в этот раз 9. Экзаменующихся рассаживают в шахматном порядке, чтобы между ними сохранялась дистанция не меньше полутора метров. Всего в Приморье единые экзамены сдают почти 10 тысяч школьников. Подготовка проходила в достаточно интересном для меня формате, потому что в последний момент как раз возможности в школу было не было ходить, в школу было не было возможности. Приходилось готовиться дома как сами способами, но учителя оказали хорошую поддержку. Настрой положительный, волнение уже прошло, как бы пути назад нет. К слову, пересдать экзамен, чтобы заработать более высокие баллы, не получится. В этом году это не актуально, для аттестата ЕГЭ не требуется. Такое правило было введено, чтобы снизить число экзаменующихся из-за эпидемии коронавируса. Кроме этого, единый экзамен по базовой математике вообще не проводится, только по математике профильного уровня, результаты которого могут потребоваться для поступления в ВУЗ. Если ребенок не сдает один из обязательных в РУЗе, либо математик, не набирает необходимого количества балла, один из, он может его пересдать. Значит, поскольку сейчас, для того, чтобы он имел возможность получить аттестат, поскольку сейчас ребята все с аттестатами, возможности пересдать у них не будет. А те дополнительные дни, которые у нас есть, резервные дни, это у нас август месяц, это исключительно для тех ребят, которые, например, больны, не могут присутствовать, может быть у кого-то будет повышенная температура, он не будет допущен, либо ребенок выбрал экзамены, которые совпали. Следом выпускники будут сдавать самый массовый экзамен – русский язык. Его решили разделить на два дня – 6 и 7 июля. Добавим, экзамены будут принимать в течение трех недель до 25 июля, включая резервные дни. Подать документы по результатам ЕГЭ можно будет сразу в несколько ВУЗов, причем без личного присутствия. Зачисление пройдет в августе. Дмитрий Беломеснов, Денис Фадеев, Денис Юнак. Новости на восьмом.